Сегодня в регионе главное политическое событие года выбора губернатора. На этот момент известна явка на 15 часов. В среднем по области она составила около 19%. Самый высокий показатель в Мышинском 51,5%. Самый низкий в Малой Вишере, Великом Новгороде и Боровичах около 15%. Вся информация о ходе голосования стекается в информационный центр выбора 2017. Впервые он организован на базе Агентства информационных коммуникаций по адресу Стратилатовская, 27. Там же последние данные озвучивает руководитель регионального избиркома. По словам Татьяны Лебедевой, досрочные выборы губернатора Новгородской области и органов местного самоуправления в ряде районов проходят в штатном режиме. Единственным нарушением, отмеченным к этому часу, стала жалоба на слишком громкую музыку, раздающуюся из участка для голосования в третьей гимназии. Других претензий ни у наблюдателей, ни у кандидатов пока нет. Члены избирательных комиссий строго соблюдают федеральное законодательство. Испиратель, и даже расплакался, потому что очень расстроился, что забыл паспорт. У него было водительское удостоверение. По водительскому удостоверению, конечно, проголосовать невозможно, только по паспорту. Ну вот, говорит, что далеко живет, и слезу пустил. Но я считаю, что правильно поступили действительно члены комиссии, которые не предоставили такой возможности проголосоваться. Начиная с 20 часов сразу же после закрытия участков, в информационном центре в режиме реального времени можно будет наблюдать работу территориальных избирательных комиссий. А после 21 часа на телевизионной карте начнут появляться цифры обработанных протоколов и данные по каждому кандидату.